здравствуйте друзья не часто попадается тот самый росгострах не знаю по какой причине либо отдают деньги либо у нас клиентов не так много на переадресации от этого банка так или иначе контингент один и тот же во всех банках и это подтверждается каждый день нашими роликами на нашем канале ну что друзья давайте послушаем и оценим то что сейчас вы услышите так поехали сотрудник росгостраха пытается воздействовать на человека своими методами алло здравствуйте вячеслав владимирович совершенно верно кто это регинара олеговна меня зовут росгостро банк отделов искания номер записи 21 56 вячеслав владимирович это верно даже сказал это вячеслав владимирович вас слушаю находитесь на просроченной задолженности обязательства с вами не погашаете длительный период сейчас требования банка произвести платеж двухдневный срок когда платеж ваш будет двухдневный срок как вы сказали придется заплатить какая ваша страна поступает либо нисколько там ваша задолженность с учетом всех киней и штрафов что вам были начислено за длительный период каждые на просроченные задолженности 153 тысячи текущие 180 тысяч рублей это общая сумма задолженности когда платеж ваш будет чем отличается текущая от какой то там еще текущую задолженность вы гашаете после свой график платежей 154 тысяч рублей это текущая эти суммы вносите до полного 154 вы вносите до полного погашения у вас останется порядка 27 тысяч рублей но вы уже будете в графике как вы до этого кредитную карту свою погашали так уже будете погасать значит когда платеж ваш будет ну а я такую сумму не смогу найти а что вы делали полтора года почему довели до такого состояния сумму искал как раз таки не смог найти нигде 5 года назад у вас сумма была другая иметь ввиду ваше дело сейчас находится на особом контроле только соберу ну что нужно позвоню мне ее больше заявляют я постоянно там в этой истерике кредитная сколько соберешь денег раз позвоню сколько надо мне раз еще больше говорят и вот и вот так вот вы сейчас серьезно будете leagues сковар呢 уже куда серьезными orphan делал обла комиссия решается вопрос о занасторжение с вами кредитного договора уже почему то paljonые Anchor LP подошли нет горосою Crypto в общем иonse д 새로운 номер три года Сейчас это не имеет значения, Вячеслав Владимирович. Для меня это ключевое значение. Я просто хотел бы вас попросить, чтобы обязательно комиссия пришла к положительному решению о расторжении со мной договора, фиксации суммы долга и выставления окончательного требования. Вячеслав Владимирович, во-первых, сейчас вы свои условия не имеете никакого права. Я и не пытаюсь, я вас попросил, зачем вы передергиваете. Вячеслав Владимирович, вы с судебной практикой знакомы, чтобы сейчас такое говорить? Конечно, знаком. Судебной практикой вы знакомы? У вас есть исполнительная листья из других банков? Ну, даже если так, а что такого? Вот я поэтому и знаком. Во-первых, в судебном порядке, Вячеслав Владимирович, никто вам ничего списывать не будет. Вы будете только переплачивать. Смотрите, Ирина Олеговна, да? Ирина Олеговна, вот смотрите, у меня... Регина Олеговна. Простите, Регина Олеговна, вот смотрите, простой пример из моей жизни. Сбербанк, Банк Открытия и Русский Стандарт. Эти ребята тоже говорили тот же самый текст, вот под копирку. У нас, видимо, в колл-центрах одно и то же вам дают. В итоге... Мы из колл-центра звоним. Ну, я не знаю, откуда вы там садили обзыскание, как вы там все называете. Вот то же самое, да? Сейчас исполнительное производство, обобщенное. При том, при всем, что Банк Открытия и Русский Стандарт вообще в суд не подали уже на протяжении трех лет. Сбербанк подал, и я сейчас плачу совершенно спокойно, по 500 рублей в месяц. Точно так же сделал еще один банк, да. По 500 рублей в месяц судебный пристав с удовольствием согласилась. И сказала, что, скорее всего, Сбербанк откажется от претензий. Только она мне об этом сообщила, через неделю позвонила и сказала прийти забрать постановление о прекращении исполнительного производства, так как кредитор, собственно, это и сделал. Забрал исполнительный лист, ну, потому что невыгодно. А я, вы знаете, прошел это все. Я же с ними судился. Совершенно спокойно сумму от Сбера в два раза уменьшил. А раз это произошло, то никаких судебных издержек, хотя там этих судебных издержек на 150 рублей это всего-то и было, почтовые расходы. А по закону, если судья хоть на рубль уменьшает сумму заявленного иска, то судебные издержки уже не выплачиваются. Понимаете? Было полтора миллиона, осталось 800 тысяч рублей. 815, точнее. Да, чуть-чуть больше, чем 800. А, искусственное производство. Я пришел к Кирпскому, говорю, у меня брать нечего. Она говорит, ну, хорошо, раз вы сами пришли, вы молодец, я даже к вам не поеду, потому что мне и так есть чем заниматься. Потому что действительно ей есть чем заниматься. Да. И мы с ней договорились. Она мне прям говорит, сколько можете платить? Я говорю, у меня есть 500 рублей в месяц по свободных денег, чтобы я семью мог содержать. Она говорит, ну, хотя бы тысячу. Я говорю, нет, извините, Ирина Александровна ее зовут. 500 рублей. Ну, хорошо, только не забывайте, каждый месяц платите. Я говорю, а мне так всю жизнь платить? Она говорит, нет, по моей практике через полгодика, через год банк наверняка откажется от претензий, заберет исполнительный лист. Три месяца прошло, банк забрал исполнительный лист. У меня сейчас только на сайте болтается исполнительное производство и все. Больше нигде ничего, кроме меня, об этом никто и не знает. Я спокойно за границу путешествую, представляете? У меня имущество, есть автомобиль, машина и оформлен, да. А, замечательно, Вячеслав Владимирович. Вы понимаете, что у вас разговоры записываются, да? Я тоже записываю, я вам больше скажу. Я тоже записываю, еще и в общий доступ выкладываю на Ютьюбе. У меня есть хороший друг Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, у него канал шикарный, антиколлекторский. Он там выкладывает все записи. Посмотрите. 25 тысяч подписчиков. Я ему отправлю, завтра он выложит. Наверное, в первые сутки тысячи три человек подслушали. Выкладывай все. Не, не, я вас просто в известных ставлю и не пытаюсь даже вас, как говорится, пугать. Я просто рада, что я буду звездой Ютьюба, Вячеслав Владимирович. А если бы вы Люба, а вас звали, я бы назвал Люба звезда Ютьюба, а вы Егина. Рифма нехорошая. Напрашивается. Вячеслав Владимирович, вы мне под запись разговора сказали, что источник доходов у вас есть. То есть вы ездите отдыхать, мало того, что... Да, да, я вам... Подождите, я сейчас отчетливее скажу. Отчетливее скажу. Итак, Регина Олеговна, представитель банка Рос... Как вы там называетесь? У того человека, кому звоните, есть источник дохода. Он фрилансер. Источник, правда, неофициальный. Официально я вообще ничего не получаю. А неофициально я получаю более 180 тысяч рублей в месяц. Ну все, как пойдет. Знаете, как заказы, интернет-заказы идут у меня там. Слышали? Фрилансер, да? Я вам, кстати, рекомендую тоже работу сменить. Потому что работы очень много на белом свете. Вот, я об этом вам официально заявляю. И также официально я вам заявляю, что я отказываюсь в несудебном порядке исполнять обязательства по своему липовому договору. Потому что договор несет признаки кабальной сделки. Он вероятнее всего в суде, если он окажется в суде. А это маловероятно, потому что вы не подадите в суд, потому что я вам уже все-все-все выплатил. И вы сейчас требуете просто проценты. Вот. И вам не с чем будет в судыке. Потому что это карточка. И там нет даже договора кредитного. Ой. Ну, вот примерно так. Вы это хотели от меня услышать? Эти меня, точнее, напугать меня этим хотели? Да? А я вам сам это сказал. На трубочку. Не, ну вы сказали, там, под запись разговора. А я тут взял вас, перебил и прям акцент на этом поставил. Чтобы прямо под запись разговора. Вы очень прям сбили меня, Вячеслав Владимирович. Не знаю, что вам ответить. Конечно, не знаю. Вячеслав Владимирович, вы будете нормально сейчас разговаривать? Вы мне под запись разговора, если источник дохода у вас есть. Есть, есть. Вы сейчас не хотите подгашать свои обязательства? Да я вам выплатил все, Душанавя. Я все выплатил. Меня, послушайте. Да я слушаю вас. Ну, давайте, давайте. Не перебивайте. Мы с вами диалог ждем. Я вас выслушала. Я с ней перебивала. Нет, нет, я готов, готов. Акция проходит в отпуск без долгов. По этой акции мы готовы вам спекать пение и штрафы, что вам были начислены. 154 тысячи рублей, как я вам сказала, это текущая задолженность. По этой акции порядка 86 тысяч. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Порядка 90 тысяч рублей. Мы готовы вам списать. Оплатить вам надо будет вместо 154 тысяч рублей сумма в размере 64 тысячи рублей. Ваша задолженность текущая будет погашена и вы войдете в свой график платежей. Как я сказала, до полного погашения порядка 26 тысяч рублей оставится. Я не хочу. Ну, значит, данный вопрос о судебном порядке мы будем решать. Вы будете переплачивать свои денежные средства банку. Ну, я же вам все рассказал, как ситуация вы видите. Вы их будете возвращать, Вячеслав Владимирович. Ну, как, ну по 500 рублей в месяц. Банку это не выгодно. Банк это по запись разговора принял эту информацию. Суд вы подавать не будете, 100%. Вячеслав Владимирович взаимодействует с судебными приставами. Не переживайте. Данные записи мы им также будем предоставлять в судебном порядке. Мы им будем предоставлять. Кого? Куда? Значит, вы сейчас работаете неофициально. Вы мне озвучили заработную плату в размере 180 тысяч рублей. Значит, налоги вы не платите. Я на иностранную организацию работаю. Я зарегистрирован на иностранном сайте. Ну, эту информацию будем проверять, Вячеслав Владимирович. Значит, вы уклоняетесь от погашения налогов, Вячеслав Владимирович. В налоговую инспекцию мы будем обращаться, Вячеслав Владимирович. Да, записи у нас ведутся. Значит, остайте вам как, Вячеслав Владимирович. И нет никакой графы о том, что коммерческий банк имеет право выдавать кредиты физическим лицам. И что любой коммерческий банк нарушает закон априори. Вячеслав Владимирович. Вы не волнуйтесь. Я понимаю, когда человек волнуется, он постоянно повторяет имя, отчество собеседника. Вячеслав Владимирович. Берете паузу, чтобы сообразить, чтобы сказать. Еще раз сказать вам, Вячеслав Владимирович. Мы сейчас говорим про налоговую инспекцию. Значит, налоговую инспекцию. Почему же банк не платит налоги? Открывайте. Ошибаетесь, Вячеслав Владимирович. Банк обязательно платит налоги. Ну нет в лицензии. В лицензии нет. И в аквейдах нет ни у одного банка кредитования физических лиц. Банк платит налоги совершенно с других источников. В отличие от вас, Вячеслав Владимирович, мы законодательство Российской Федерации не нарушаем. Ох, это... Давайте об этом поговорим. Давайте я вам сейчас десяток фунтов приведу, потому что вы боитесь это услышать. Вячеслав Владимирович, любой суд будет на стороне банка. Любой суд будет на стороне банка. Я с этим не спорю. В одной ситуации, если вы туда пойдете. Подведем итог разговора. Аплата ваша поступает в добровольном порядке в течение двух дней? Да или нет? Тут два варианта. В добровольном порядке она поступает, но не в течение двух дней. А по решению суда, на мой взгляд, это и есть добровольный порядок. Это не добровольный порядок. В судебном порядке, если вы хотите решать, это и есть прямой отказ от оплаты. Да как же. Я же не говорил, я законное решение судьи готов выполнить. Вячеслав Владимирович, а вы сейчас... Ну я как в детском саду, да, да, у меня больше, у меня толще. Я лучше знаю, у меня брат Марий пришел, да? Ну что вы, да, да, да. Ну аргументируйте. Ну что вы сказали, у вас что? У вас что сейчас, Вячеслав Владимирович? У меня ничего, я говорю, вы идете как в детский садик. Я не сомневаюсь, у меня больше уже толще, я такая истекает, да? Я не знаю, что у вас там больше, что у вас там толще, Вячеслав Владимирович. Мне это сейчас неинтересно. Я провожу рот и второй подбородок. Значит, отказ я с вашей стороны зафиксировала. Вы в зеркало смотрите, на супругу свою смотрите, да? Нет, у меня... Значит, отказ я с вашей стороны зафиксировала. Рот 182 и 90 килограмм вес. До свидания. Бицепс 40... Друзья, вылетели, да? Когда и собеседник привел пример из своей жизни, о том, как можно через суд все это сделать, и ничего не осталось, как просто зачитать скрипты. Я всегда на этих местах удивляюсь. Да, елки-палки, да положи эту трубку, ты же не дурочка. Ну, ты же не совсем конченая, ты же поняла, что нечего ловить. Ну, просто положи трубочку и все. Но берись смелости, скажем так, проиграть достойно. Зачем ты себе еще больше в это дерьмо закапываешь, сверху еще и поливаешь себя. В итоге кончилось с тем, что на ее внешний вид перешли, и даже, мне кажется, зацепило это. Я ничего против плавных людей не имею. Но когда собеседник пытается в лице банка навязать мне, либо моему клиенту, либо вообще по жизни демонстрировать свою неприязнь к законам, то почему бы и не надавить на больное? Да, зацепило ее, когда она начала про родственников говорить наверняка, там, туша сидит и не востребованная по жизни, и с отсутствием мужского внимания, и все остальное. Но это ее же проблемы, это ее жизненный выбор. И вот этот выбор, ну, как бы, ответственность нельзя, ни на кого перекладывать. Человек всегда все может изменить, что бы с ним не происходило, какие бы события не протекали в его жизни, он их сам создал. Но, поверьте, это правда, на этом останавливаться в формате этого ролика нет смысла, это серьезная, такая глубокая, на мой взгляд, философия. Я просто скажу попроще, это для тех, кто недавно на нашем канале и не понимает, что да как, почему все-таки можно вот так с коллекторами, да с сотрудниками банков разговаривать. Все просто, друзья, они нарушают закон. Каждый договор, в большей либо меньшей степени, любой банковский договор, противоречит действующему законодательству. Юристы об этом отчетливо знают, понимают эту ситуацию, и для них это не секрет. В этой связи, и в связи еще многих других факторов, у любого человека есть возможность, право, если он не может платить по кредиту, не выполнять условия вот этого, как я выразился в ролике, липового договора, но не просто так взять и не платить, как многим может быть покажется. Ни в коем случае нужно ситуацию обложить правильно, а со всех сторон соответствующая документация, поместить, что называется, самого себя в правовое поле. Как мы это делаем? Как юристы компании LAM это делают? Вы можете узнать, пройдя на наш сайт. Ссылочка на сайт в описании ролика есть. Также сейчас в окошечке трансляции выходит кликабельная подсказка. Вот он. Вы можете посмотреть, пройти на этот сайт, и вы найдете там видео. В видео как раз таки и рассказано, как устроена работа кредитных юристов компании LAM. А четко в формате хорошего такого презентационного ролика я выкладываю там всю ситуацию, померится вам на блюдечке. Послушав эту презентацию, вы поймете, как устроена работа, что мы делаем для своих клиентов, сколько это стоит, какое время занимает, к какому результату приведет. Единственное, что я себе позволю, сообщить вам о результате. Результат, в принципе, был озвучен в роликах, один из результатов. Как вариант, мы создаем условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. Банк отказывается от претензий либо раньше, либо позже. Но так или иначе, все ходы у нас записаны, и мы знаем, как это происходит. В 50% случаев мы создаем такие условия, когда банк еще в досудебном порядке понимает, что с нашего клиента взять нечего, либо бессмысленно бороться за вот эти деньги и переключается на других жертв, а нашего клиента оставляет в покое. Да, все это вы узнаете, посмотрев видео на нашем сайте. Итак, еще раз кликабельная подсказка в окошке трансляции. Посмотрите, вот оно. Посмотрели видео на сайте, после этого все, что вам необходимо, это ставить заявочку у нас на сайте в форме соответствующей. Введите корректную информацию о себе и, конечно же, ждите звонка наших специалистов. Специалисты позвонят вам в рабочее время по московскому часовому поясу, кроме субботы и воскресенья. Номер телефона, с которого мы вас будем набирать, указан на сайте. Туда звонить не нужно, а именно забейте этот номер себе в контакт и ждите звонка нашего специалиста. Обязательно с вами свяжутся и расскажут то, что вам необходимо еще было бы услышать, если вы что-то недопоняли. Также у нас есть плейлист на канале обращения Кузнецова Дмитрия к подписчикам, клиентам, гостям канала. Можете с ним познакомиться. Несколько больших полноценных роликов с ответами на многие-многие вопросы, которые наверняка у вас тоже есть. Пожалуйста, кликабельная подсказка на этот плейлист выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Это для того, чтобы вы поближе познакомились с руководителем компании АЛЯМ. Ну, мне остается вам пожелать счастья, здоровья. Жду от вас комментариев к этому ролику. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. В описании ролика есть ссылочка на группу ВКонтакте. ВКонтакте все наши ролики дублируются, много дополнительной информации, поэтому вступайте в группу ВКонтакте. Ну, и, конечно же, я попрошу отдельно это поделиться в соцсетях этим роликом, любыми другими. Не забывайте делиться роликами, чтобы как можно больше людей узнало правду о банках, подписалось на наш канал и тем самым освободилось от кредитной зависимости. Это действительно важно для многих, поверьте, так же, как и для вас. Для тех, кто впервые, недавно на нашем канале еще не успел, как говорится, все до конца понять. Вот на этом все. Счастья вам, здоровья, финансового благополучия. До свидания.